всем привет и это вторая часть видео урока картина полностью просохла и нам нужно ее дописать для этого я покрою ее маслом баночки для масла еще пока здесь картина обязательно должна протокнуть вот прям вот полностью и только тогда ее можно покрывать маслом не знаю почему но у меня уже кисточка где-то испачкалась если маслом не покрывается то нужно сначала протереть разбавителем у меня вроде нормально поэтому я смотрю как вылазье все оно бликует и видно где мокро а где сухо поэтому я так проверяю самое главное чтобы вуаль будущее и лицо было покрыто фон как бы может даже не обязательно можно еще дополнительно взять тряпочку так сложить и лишнее вещество собрать все контакт есть покраска все то же самое сейчас я почищусь и кисточки у меня тоже грязность предыдущий работ и так чуть-чуть наберем лицо чуть-чуть и да наверно в принципе все попишем давайте откроем картинку я открою картинку и посмотрим что будем дальше писать что я здесь хочу что для меня здесь важно вот эту сиреневилку мне хочется очень красиво набрать вот она прям она вот везде и мигает и Возьму новенькую чистенькую кисточку, белила, ультрамарин, крат лак розови. Так, надо найти этот цвет. Значит, больше розовинки и ультрамарина. Возьму новенькую кисточку, белила, ультрамарина. Возьму новенькую кисточку, белила, ультрамарина. Возьму новенькую кисточку. Возьму новенькую кисточку. Естественное, самое красивое, соседский ребенок. Начал орать как ненормальный. Я сходила посмотрела, это происходит у них во дворе, но я не видела их лично. Я думала, ребенок плачет на улице, что-то случилось, упал с велосипеда или еще что-то. А там просто семейные разборки на фоне моей красоты. Поэтому я просто нахожусь в беседке. Я словно на улице, здесь вообще нет никакого заслонения шума, поэтому приходится мириться с этим. Хоть какая-то мастерская есть, и на том спасибо, потому что там мастерская, в которой я писала раньше, там нам мало места вдвоем с Игорем. Я ее, конечно, хотя это моя мастерская, но я ее ему уступила. А сама пока пришла в беседку, рисую здесь. Вот здесь можно либо подтереть, Да, можно подтереть, даже не обязательно писать поверх. Чуть-чуть больше ультрамарина, и здесь вот прям такой сизый цветик. Какая. 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 общий цветик. Продолжение следует... Продолжение следует... Можно усилить... Еще хотелось темным положить, а не получалось в первом этапе. Продолжение следует... Чуть-чуть четкость рисунка можно добавить. Продолжение следует... Здесь вообще даже не нужно как-то припачкать. Там есть такая припачканность, и пускай она будет. И у нас... Наверное, слишком четкая линия. Я собью... Трамариновые звуки... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь даже... У меня есть такой а-ля цвет тела. Можно немножко... Четкости добавить. Ну, прям так аккуратно-аккуратно... Здесь вот прям вот у нее носик... Подчеркнут... Подчеркнут... И мы можем подчеркнуть... И все, она тоже должна так сбиться, сбиться... Потому что это все подували... Продолжение следует... И снова взбить. И так, снова продолжаем работу. В прошлый раз мне пришлось остановить работу, картина высохла, опять-таки, то, что я писала, то, что вот эти вот лессировки я добавила, я из-за того, что я натерла картину маслом, она была сухая, я потом все стерла. Вот, и вещество чуть-чуть осталось, совсем-совсем чуть-чуть, но, может быть, не стирала здесь, да, чтобы вот эту фиолетовинку на лице оставить, чтобы она прозвучала. Ничего больше не трогала. И из-за того, что как бы начинаю заново писать второй сеанс, снова натираю маслом. Она, опять-таки, у меня полностью сухая, и натираю маслом. Если вы начали первый раз дописывать, а не я, а не как я, вот, второй раз, то так же, как я, продолжаем работу, разницы особой нет. Вот почему нужно при дописывании сухую картину покрывать маслом. Если вы что-то не то положили, в любой момент можно это стереть. мне в прошлый раз не хватило, наверное, минут десять. Я бы дописала, всё бы было бы хорошо. Уже бы смонтировала в руках. Но то, что она была ещё раз дополнительно набрана немножко с веществом, это, ну, как бы, только плюс. Хотя я вот только вуаль трогала. Но всё, я не стала дописывать. Незачем, оно у нас хорошенькое, поэтому... Так, и я лишнее чуть-чуть подсоберу и остатки масла распределю равномерно. Я не затираю, я как бы... Просто вещество при помощи тряпки распределяю и даже, как бы, немножко вгоняю его. Главное проследить, чтобы всё было покрыто. Итак, минимум работы осталось. И я тут даже нашла такую красивую красочку. Кобальт фиолетовый. Чтобы вот эта яркая вуаль, прям вот она прозвучала. Так. Сейчас. И иду к разбавителю. Белила. Чуть-чуть охры. Вот прям капелька-капелька. Чтобы не чистые белила, потому что чистые белила мы берём очень редко. Мне вот нужно вот такие вещи. Просто немножко осветлить, поджечь. И сделать это очень деликатно. И такие, прям вот пару звуков. Тут есть такая грязнилка. Я её специально положила. И её нужно не потерять. Просто за счёт светлых. Чуть-чуть нарядности добавлю. И вот можно отойти в сторону, взять чуть больше охры. И как бы пару таких звуков добавить. Это как вот имитация такой прописанности. Так же я её вот здесь в прошлый раз добавляла. Но это нужно сделать там. Ой. Прям очень деликатно. Прям положить пару звуков и сбить их. Ну, можно вот такие вот штучки убрать. Это то, что осталось. Такие комочки краски были сбиты. Поэтому их можно убрать. Чтобы благородное состояние картины было. Без всяких точек, без всяких пылинок, соринок. Белая краска подмешалась. Опять-таки это не обязательно. Так, не получилось у меня положить. И сейчас мы это собьём. Опробуем эту фиолетовую красочку. Нужна чистая кисточка. Это у меня та же самая. Просто я её помою разболителем. Так, посмотрим, что оно у нас такое. И знаете, не по всей длине в вале проходить, а подчеркнуть такие какие-то переходики, такие изгибы. Вы посмотрите на картинку, на оригинал. И вы увидите, где они должны быть. Вот, допустим, она завернулась, эта складочка. Или, допустим, одно на другое наложилась. Что посередине, допустим, оно прозрачное. А вот по краям у неё есть густота. И вот так её можно показать. И правда, прям такой фиолетовый цвет. Прикольно. Так, ну и перечислим эти пятна тогда. Даже не пятна, а линии. Кое-где можно с густотой. Кое-где именно так, как я сказала, лишь намёк на такую бумассу. Ну, прям фиолетовых не хватало. Это очень важно. Нельзя её сейчас всю прям заново переписать. Нам нужно её просто красиво поджечь. Вот она какая прозрачная. Прям вау! Сейчас фиолетовый пройдёмся. А потом снова сизом тоже кое-где подчеркнём. Так, ещё раз краска. Кобальт фиолетовый светлый. Мастер-класс, как всегда. Так можно положить, а потом пальцем сбить. Вообще можно, в принципе, везде побегать вот этой фиолетовинкой. Вот как будто она переливается. Здесь можно поактивнее, и вот здесь поактивнее. Ну, можно чуть-чуть и тут мигнуть. Хотя явно их фиолетовинки там нет. Ну, почему бы и нет. Это уже наше прочтение его работы. И поэтому, если хочется добавить, то можно добавить, если оно звучит. Так, возьму капельку ультамарина. Прям чуть-чуть. И вот здесь мне вот звука не хватает. Это рефлекс от Вуали. Так, ультрамарин. Ультрамарин. Вот этот фиолетовый. Фиолетового больше, потому что ультрамарин в этом замесе слишком едкий. И белило. И получился прям такой лазурный-лазурный цвет. Очень красивый. И мы вот что делаем. Мы. Так, еще чуть-чуть больше белил мне здесь нужно для этой задачи. И мы вот такими светиками помигаем. Вот здесь он мигает. Вот здесь. Звук какой-то есть здесь. Но такой аккуратный. Пальцем сбила. Те звуки мигают здесь. Так. Чуть больше ультрамарина с белилами. Должна получиться такая а-ля королевская голубая. Вот этими звуками. Помигают. Ну, очень великатно, потому что... Надо сохранить гармонию. Хорошо. Хорошо. Так, какая-то у меня здесь разноцветица получилась. Я ее сейчас одним тоном соглю. Намек на светлые звуки. Спасибо. И даже вот такими бороздами не только с битием, но и бороздами пишем. Это сейчас я взяла остаток фиолетовой краски. Такие борозды тоже должны быть. Они именно показывают идею ткани. Такие бороздами. Как будто перекрутилась. Такие бороздами. Так. 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 Там есть темнота, а я ее подчеркну как что-то фиолетовое. И здесь тоже как что-то фиолетовое. Субтитры делал DimaTorzok И капельку вот этих фиолетовых звуков на лицо. Прям вот совсем чуть-чуть, еле-еле, чтобы там фиолетовинка тоже прозвучала. Чуть-чуть припачкаю. Ну и может капельку снова губы трону. Но если ничего симпатичнее не получится, то сотру. У меня прям еле-еле разбавленная красненькая краска. Вот тут просто припачкала. Ну и все нарядное. Вот этот узел у нас вообще прекрасно решен. Фон достаточно. Здесь мы тоже показали все, что надо. Ну, можно вот пару таких более четких ультрамариновых звуков добавить. Тоже как имитация прописанности. Вот. Ну тогда ладно и из угрудных тоже. Ну, это можно было не делать. Это у меня просто изумрудная припачкалась. Все. Больше ничего трогать не будем, чтобы ее не замучивать. Она и так очень красивая. Главное не переборщить, не испортить. А так она красотка. Так что поздравляю нас с красивой работой. Всем спасибо. До новых встреч.